Всем привет! Сегодня у нас разговор немножко, как я и предполагал, идеологический, но мне больше не хотелось, чтобы все это действительно развивалось в таком идеологическом ключе, потому что, ну, как всякая идеология, как таковая, это скорее про то, во что человек верит, во что он не верит, чем про какие-то технические стороны. А нас с вами, разумеется, интересуют именно технические стороны в этом процессе. И я прошу в течение, значит, происходящего нашего разговора фильтровать, ну, не так, воспринимать идеологические, так сказать, мои эскапады, как, ну, такое свидетельство о положении вещей, вот, а связанные с ними технические и, так сказать, бизнесово-социальные, как, собственно, контент, вот. Потому что довольно часто бывает так, что человек, который рассуждает о свободном программном обеспечении, в общем, упадает вот в эту самую идеологическую составляющую, что, в принципе, ну, не очень интересно, по крайней мере, мне сейчас. Вот. На самом деле, как раз идеологическая составляющая всего этого безобразия достаточно обширная и много где обсуждалось. Может быть, отчасти поэтому я не хочу еще раз про это говорить. Вот. Значит, обращусь я к лекциям, которые были посвящены непонятно чему, как бы дистрибутивам, вот, в 16-м году. Ну, там я сделал попытку, ну, что ли, вот такого основания, подведения оснований под то, как, собственно, строится подготовка и сопровождение дистрибутива, хранилища, вот этого всего. Мы с вами уже на эту тему говорили. Вот. Только говорили коротко, потому что наша задача была перейти именно к пакетам, да. А сейчас будем говорить чуть более подробно. Изначально профессия разработчика программного обеспечения была такой узкоспециализированной профессией. Были такие ученые-кудесники в белых халатах, как я уже говорил. Вот. И это соответствовало той самой эпохе, когда софтвер и хардвер особо не различались. То есть, вот стоился компьютер, у него, значит, к нему чего-то паяли, вот, и к нему же чего-то программировали. Это было, так сказать, обеспечение этого компьютера, чтобы он работал. Вот. Вся движуха началась тогда, когда программирование стало уделом, ну, если не народных масс, то, по крайней мере, большого количества людей, скажем так, межуниверситетским. Сама дисциплина стала межуниверситетской. Вот. И тут, в общем, и зародились зерна конфликта, который впоследствии привел к, с одной стороны, бурному росту вообще всей этой индустрии, а с другой стороны, с некоторым более крупным конфликтом и противостоянием. Идея стоит в чем? Что, когда программирование обеспечения разрабатывалось в университетах, разумеется, люди, которые этим занимались, относились к твоей деятельности как к таким ученым изысканиям, вот, в которых важнее, скорее, тот факт, что ты это сделал первым, ну, там, открыл, исследовал, вот. А факт, как бы, свою работу я тебе не покажу, воспринимается в ученом мире как смехотворное, ну, потому что у нас есть методы, но мы их вам не покажем. Это такое утверждение, в общем, равносильных методов у нас на самом деле нет. Вот, поэтому, значит, с точки зрения академического подхода, если бы, да, программу все еще писали ученые, с точки зрения академического подхода, правило такое, что он что-то сделал, как бы, поделись с товарищами. Ну, вот. Значит, разумеется, любой уважающий себя ученый готов поделиться со всеми, кто оказался рядом тематикой своих исследований и, как бы, успехами, вот, хотят они того или нет. Разумеется, внутри группы, внутри, как бы, своего комьюнити, какого-то сообщества, каких-то людей, которые встречались на конференциях, например, такого рода знания было принято распространять, делать доклады, как бы, перекидывать какой-то софт на ленточках друг к другу, вот это все. Вот. И, разумеется, ни о каком лицензировании тогда речь не шла. Какая лицензия, да, какая может лицензия на теорему, да, или на ее доказательства. Ну, разве что, вот я повторяю, право на авторство этого самого доказательства. Вот. Так, в общем, происходило довольно долго. Словно говоря, все 60-е годы, пока не произошло одно событие чисто технологического прорыва, а именно не были изобретены не то чтобы персональные, но малые компьютеры. Компьютеры, которые расходились в огромных количествах, вот, продавались, которые выглядели как, ну, которые можно было, междуусловно, поставить себе в квартиру, то есть их могли покупать частные лица. Вот, опять-таки, в количестве, в них был встроен язык программирования BASIC. И вот, это была, в общем, первая и последняя программистская идея, принадлежащая, ну, я, конечно, сгущаю краски, но это была одна из самых, так сказать, видных программистских идей, принадлежащие небезызвестному биологию. Это встроить в такие компьютеры язык программирования BASIC, чтобы безо всякого дополнительного, прям в биос, да, чтобы безо всякого дополнительного, значит, дополнительного, дополнительных прыжков и ужимок в получении этого самого программы, обеспеченной для компьютера, люди могли уже сесть и программировать на популярном тогда языке. И эта же идея послужила началом таких вот в наших терминах разборок, а именно ситуация выглядела так, что компьютеры-то продавались, а вот программное обеспечение под эти компьютеры люди просто друг другу копировали, точно так же, как они раньше копировали на ленточках свои собственные программные наработки. Вот. И все тот же Билл Гейтс в конце, ну, середине 70-х годов написал такое открытое письмо, в котором начал всячески чморить и вообще укорять людей, которые занимаются копированием программного обеспечения. И вот, со словами, вот, воры и парадиты, видите, со словами, ну, что же вы делаете-то, мы их писали-писали, упарывались-упарывались, писали эти программы, да, мы убухали много денег, мы рассчитывали заработать, а вы вам заработать не даете, ну, в самом деле, да, значит, вот. Нельзя сказать, чтобы сама по себе идея, значит, мы тут убухали много денег, а вы наши деньги тратите, была гениальной. Гораздо более, больше гениальностью было в идее легализовать, сделать законно приемлемым и поддержанным законом продажу копий программного обеспечения. Точно так же, как вот, тысячелетиями до этого, да, после изобретения денег, продавали копии материальных объектов. То есть, сказать, вот, слушайте, у нас есть в нашем, особенно вот, скажем так, в буржуазном обществе, есть такое, значит, фундаментальное понятие, как право собственности. И оно, как бы, тысячелетиями формировалось, и последние несколько столетий, несколько столетий, да, европейские сообщества, как бы, оптимизируют, выделывают, вот, часть в области закона, по, в смысле, именно, как раз, шлифования, да, улучшения эффективности вот этого законодательства, связанного с право собственности. Идея гениальная этих людей состояла в том, что программное обеспечение, это такая, такой объект владения, на который распространяются все те же самые правособственности, как раньше они распространялись, там, ну, не знаю, на горшки, там, топоры, вот, скаковых лошадей, вот это все. На самом деле, у этого утверждения было два последствия важных. Последствия первое, это очень хорошая бизнес-модель на извлечение прибыли буквально из воздуха. Я чуть позже покажу, почему, вот, идеологи свободного ПО, особенно, там, десяток, другой лет назад, активно упирали, вот, на это дело, на то, что, на то, что продажа копий ПО, программное обеспечение, это извлечение денег из воздуха. Вот, это первое, да, то есть, это хорошая бизнес-модель, особенно она была хороша, значит, в конце прошлого века, когда специалистов по разработке программного обеспечения было, ну, сравнительно не очень много, то есть, их, конечно, были сотни тысяч, но такие цифры, десятки, может быть. Вот, с другой стороны, это все очень сильно ударило по традициям разработки, которые были созданы в университетах, потому что все, в общем, было сделано, ну, немножко на выбор, да, смотрите, разработка превращалась в закрытую, вот, вместо того, чтобы пытаться привлекать к моему проекту как можно больше единомышленников, чтобы мы все вместе что-то такое могли сделать, да, там, что-то поисследовать, кто-то что-то одно открыл, кто-то что-то другое. Поскольку каждая копия программы обеспечения обеспечения обладает некоторой денежной стоимостью, невозможно сделать эти копии, в том числе, разумеется, и воспроизводить программу обеспечения на основании открытости исходного кода этого программного обеспечения, это была вещь, которая требовалась для проприетарной модели разработки. Соответственно, количество людей, которые могли быть привлечены к разработке, определялось вовсе не возможностями этими самых людей, да, а возможностями того бизнесмена, который допускает к этому кругу разработки каких-то, каких-то вот программистов, да. Это, кстати, привело впоследствии, когда все это стало набирать обороты, к, скажем так, снижению качества основного программистского труда, появлению понятия кодер. Вот, потому что если раньше программист это был практически ученый или, по крайней мере, хакер, про хакеров чуть ниже, то, значит, где-то на рубеже нулевых возникло такое понятие индустриальный программист. Вот, индустриальный программист, как говорил один из моих знакомых, состоит из двух слов, индус и триальный, вот, ничего против индусов не имею, но в действительности, как раз на рубеже, значит, тысячелетий и там вот нулевых годах, почему-то именно жители Индии, наверное, все-таки правильно это назвать, индийцы, а не индусы, составляли подавляющее число индустриальных программистов и просто занимались тем, что писали по нескольку десятков килобайтов исходного кода в день. Качество можете себе представить, да, человеку там три месяца учили писать вот этот самый код, несколько десятков килобайтов в день, и он это делает. Значит, то же самое относится и к не самому исходному коду, а в принципе к инфопространству вокруг разрабатанного объекта. Чем больше информации просочится конкурентам, тем меньше шансов, что ты заработаешь на продаже кодер. Поэтому информационные закрытости было тоже, это шло вразрез с университетской моделью разработки, но это тоже обязательная такая штука. Понятное дело, что информация о потребительских свойствах программного продукта наоборот нуждается в дикой рекламе, чтобы вас вообще покупали. Но как только начинаешь заглубляться внутри, чем ближе к тому, что именно содержится в программном продукте, тем больше закрытости, вплоть до подписки о неразглашении и вот этого всего. Поскольку организовать, ну скажем так, обеспечить законодательную поддержку такого рода революции оказалось очень легко, это собственно была не революция. Мы просто говорим, что все, что мы делаем, подлежит законному обеспечению со стороны прав собственности. Мы делаем там горшки, на это есть право собственности, мы делаем программный продукт, на это дело есть право собственности. Поскольку такого рода законодательная реформа была не слишком страшная, она довольно быстро была проведена, тем более, что уже несколько, там пару сотен лет, как минимум, наверное, может быть полторы, существует, существовало такое понятие, как авторское право, как копирайт. Копирайт это не авторское право, копирайт это право на определение дисциплины дальнейшего распространения, дальнейшего копирования. Вот, и все это было разработано для творческих продуктов, типа, значит, там каких-то, ну, книг, да, музыкальных произведений и для такого иного, я бы сказал, технического творчества, ну, всякие рецептуры, вот это вот все, да, вот на все это существовало понятие копирайта, авторского права, патентное право и так дальше. То есть, на самом деле, к принятию тезиса, что нематериальный объект может быть объектом права материального, ну, скажем так, традиционного права собственности, к принятию тезиса международная, как бы, юридическая машина была готова. Вот. И если уж говорить о праве собственности, то это еще одна, ну, раз уж, скажем так, если мы допускаем какую-то собственность на нематериальный объект, а мы ее отчасти допускаем, конечно, то еще одна техническая сторона, да, заметьте, я тут, как и обещал, ссылаюсь на диалогию, но стараюсь отмечать на технические стороны. Еще одна техническая сторона состояла в том, что для того, чтобы извлекать бонусы из тиражирования программного обеспечения, нужна была, ну, необходима централизация прав собственности в рамках одного юрлица. Потому что тогда, собственно, механизм управления вот этим всем, механизм управления копирайтом, механизм контроля за извлечением прибыли, механизм передоверения всех или не всех прав на программное обеспечение, он, обеспечение, он, соответственно, очень сильно упрощался. Вот, ну, и, как бы, соответственно, вообще корпоративные бизнес-модели, которые сейчас появляются. Хотя и нет. Ну, скажем так, не во всех областях, особенно в областях IT как раз происходит отход от этой модели. Вот. Значит, еще раз про копирайт. Смотрите, мы с этим понятием, точнее, мы с понятием копирайт, но с понятием копирайт встречались уже на предпредыдущей лекции, где мы говорили, что специальной клаузой копилертной лицензии является требование на то, какова должна быть лицензия, новая лицензия, с которой будет распространяться модифицированный продукт. Вообще понятие копирайт, вот в том смысле, в котором я его использую, означает вот это вот такое метаправо, да. Сказать так, право распоряжаться, право устанавливать политику дальнейшего распространения. Вот. Фактически наличие копирайта на каком-то продукте не запрещает вам его, само наличие копирайта не запрещает вам его дальше распространять, например. Да? Наличие копирайта на программный продукт не запрещает, просто копирайт как такового, не запрещает вам этот программный продукт модифицировать, распространить и так далее. Единственное, что наличие копирайта делает, это сосредотачивает принятие решения о том, имеете ли вы право распространять, модифицировать и так далее, не на вас, а на владельца копирайта. Если копирайтер разрешит, вы можете это делать, если не разрешит, не можете. Суть копирайта как раз в том, что это право передоверяется вам за исключением того, что вы не можете делать лицензию фунта. Суть копирайта стоит в том, что просто копирайтер этим занимается. Как он себя поведет, как он поставит дело, это уже другой разговор. Смотрите, что получается? Получается, что люди, которые в середине 70-х все еще в большом числе считали себя творцами, учеными, как минимум крутыми дядьками, которые умеют хакать, попали в странное положение. Ну вот, если мы, к сожалению, не имеем на это возможности, просто времени нет, если углубиться в историю развития операционной системы Unix, из которой, собственно, вырос Linux, в конце, вернее, операционная система на базе играли Linux, то мы увидим, там есть такой период, называется Unix Wars, где-то в 80-х годах, в начале 80-х, в конце 80-х это дело происходило, который состоял в том, что, оказывается, вот этот программный код операционной системы, который писали многие люди, по существующим законодательствам, принадлежит не этим людям. Вот они написали программу, а она им не принадлежит. А принадлежит она работодателю. Таковы были законодательства в те поры, и кажется, в некоторых странах они до сих пор такие. Для справки. В России законодательства нет аккордов. В России работодателю вашему, даже если вы сделали ваш продукт в рабочее время на деньги работодателя, все равно копирайт принадлежит вам, а работодателю принадлежат все не исключительные права. То есть вот тот код, который вы написали, работодатель имеет право с ним делать, что хочет, но вы тоже имеете право делать, что хотите, и он у вас отторгнуть не может. Вы главный. Но так по российским законам, а в принципе это далеко не везде так. И более того, по российским законам, вы вполне можете при устройстве на работу подписать бумажку, что копирайт принадлежит не вам. И все тогда, значит, хозяином делается ваш работодатель. Напоминаю, копирайт это право манипулировать дисциплины распространения. Вот. Значит, дальше. Стало совершенно очевидно, что при повышении информационной связанности общества и, главное, сообщества научного, удобство совместной разработки очень сильно повышается. Все наши современные гитхабчики и прочие гитрепозитории, переезд документации из книжек в веб и так дальше, это следствие как раз десятилетий повышения информационной связанности, которые в первую очередь сказываются на том, что совместная разработка людей, находящихся в различных, как это, уголках земного шара, становилось со временем все лучше и лучше. Понятное дело, что проприетарная, закрытая система разработки, проприетарная это не разработка, проприетарная это свойство самого программного продукта, закрытая система разработки, всему это противоречит. Вот. Ну или, по крайней мере, не содержит в себе таких технических, опять-таки, возможностей, как открытая система разработки, когда каждый сидит в своем гуглу и обменивается этой самой информацией. Вот. В общем, где-то в те же примерно поры, 80-е, такой видный деятель современного open-source community, точнее, free software community, не надо говорить ему в лицо слово open-source, можно получить обратное стыкло. Вот. Ричард Матфью Стоуман, он, кстати, тоже пострадал на эту тему, ну, он, значит, участвовал в создании так называемых LISP-машин, то есть это машины, компьютеры с аппаратной поддержкой, архитектуры языка LISP, право внутри. Вот. И выяснилось, что тот код, который он писал на работе, он ему не принадлежит, и там вот, в общем, его это очень сильно уязвило, и он первый задумался, ну, может быть, не первый, да, а первый деятельно задумался о том, что для свободного программного изучения также нужна своя лицензия. То есть, чтобы при разработке кода этот код сопровождался некоторой лицензией, где бы объяснялось, какие права у человека, который получил этот код или бинар внук на руки, какие права у этого человека есть. Ну и свободные лицензии мы с вами, мы с вами, значит, в прошлый раз смотрели. Свободная лицензия состоит из четырех прав в трактовке как раз Столмана. Это право, собственно, пользоваться программой, право изучать ее, в частности, исходный текст, и модифицировать, право распространять эту программу, и право распространять измененный вариант, который вы там улучшили, хакали, вот это все. Значит, все эти четыре права абсолютно безо всяких ограничений, разумеется, если вам это не запрещает, ну, скажем, конституция, то есть, в стране, где вы живете. Вот, значит, вот это вот классическое определение свободного программного обеспечения, и это, собственно, четыре пункта лицензии, которые встроены в большинство свободных лицензий, их очень много. Вот тут по ссылочке можно перейти, посмотреть. Вот. Это все различные варианты свободных лицензий. Вот. Значит, вспоминая про копирайт и копилерт, и про то, что в прошлый раз мы говорили про пять пунктов. Пятый пункт состоит в том, что в лицензии копилертной наличие стоит вот этот самый пятый пункт, который говорит о том, что если вы воспользуетесь своим правом публиковать изменения и распространять измененный код программы, ну, и вообще что-то менять, да, возможно, даже лицензию менять. Если вы воспользуетесь своим правом, единственное, что ограничение, которое на вас накладывается, та лицензия, в которой будет распространяться ваш модифицированный код, должна включать все эти пять пунктов. В основном, как хотите, да, но все пять пунктов она должна включить. Вот. Тут было бы очень смешно, конечно, остановиться, остановиться на том, что на свете существует, мало того, что очень много свободных лицензий. Еще существует два идеолога, два таких видных идеолога чего-то, что можно назвать свободным программным обеспечением. Один, значит, упомянутый Стулман, автор, собственно, Free Software, да, Definition и лицензии ГПЛ. А второй это ESR, как же, Эрик Раймонд, автор определения Open Source Software и, соответственно, Open Source Definition, который состоит не из четырех пунктов, не из, ну, как, вот, как классический Free Software или там из пяти, как копилетный, а из десяти. Здесь гораздо больше идеологии. Видите, вот такие вот вещи. Вот такие вот вещи. Вот такие вот вещи, что, когда ты меняешь чужой код, ты не должен его там раздербанивать на части, должен говорить, что вот исходный код, вот я его поменял. Вот. Значит, эти люди постоянно при упоминании друг о друге начинают брызгать слюной, ругаться, говорить, какой, значит, его товарищ нехороший и все остальное. Но, по сути, эти два подхода очень похожи. Есть страны, где на государственном уровне придуман такой термин, который называется Floss. вот. Free Libreable Source Software. Вот. Значит, в том смысле, что там просто не делают различия между одним вариантом и другим. для нас с вами, для нас с вами, конечно, проще использовать проще использовать да где что-то. Да, проще использовать определение СТОМ, потому что оно короче и понятнее. Вот. Но в действительности большой разницы между ними нет, чтобы эти люди друг по другу не глянули. Так. Я продолжаю бла-бла. Теперь, значит, немножко моего доморощенного, немножко моей доморощенной экономической безграмотности относительно того, почему в чем проблема с распространением классического права собственности на нематериальный объект. Обращаю ваше внимание, что вот эта табличка, которую я сейчас приведу, она очень тупая. Против нее можно выкатить сотни возражений, но, мне кажется, против арифметики, которая в ней заложена, возражений выкатить довольно тяжело. Значит, почему некоторый нематериальный объект, не знаю, компьютерная программа, изобретение, что угодно, да? Мы сейчас оставляем в стороне понятия творческий продукт, когда стоимость объекта определяется его, так сказать, баральной ценностью, да? Вот. Просто какой-то абстрактный нематериальный объект. Почему нематериальный объект не очень хорошо ложится в экономическую сетку прав собственности, основанной на материальной собственности? Ну, собственно, по этой табличке все уже понятно, да? Жирным шрифтом выделено отличие. Идея состоит в том, что когда ты создаешь материальный объект, у тебя есть очень большая материальная расходная статья. более того, сам процесс изготовления материального объекта, если он, если он, ну там, ручной условно, да? требует твоих личных прогнозаторов. Если он роботизированный, то тут уже начинается собственно то, что привело к технологической революции вот прошлой, да? к наступлению там эры пара, бензина, вот этого всего. Вот. Фишка состоит в том, что распространять материальную собственность на такие штуки, которые безущербно тиражируются, это экономически вредно, да? Мы не понимаем, как это померить. Вот мы, значит, собрали там глины на 100 горшков, сделали из нее 100 горшков за 100 рабочих дней. Тут все понятно. Поэтому мы должны получить за нее 100 денег, за эти горшки. А вот мы написали одну программу и сделали из нее 100 программ. Во-первых, не за 100 рабочих дней, а мгновенно, да? А во-вторых, потратили на написание этой программы мы время ровно один раз, ну, если у нас нет там постоянного производства вот этого всего, я сейчас проэкземпляр говорю. Вот. Потратили мы на эту программу ровно один период времени, а сколько мы при этом напечатаем носителей с этой программой, от того, сколько мы над ней работали, не зависит. Вот. И вот это вот вот это вот соображение, опять-таки, сейчас не собираюсь вдаваться в какие-то экономические дембри, просто это соображение чисто автоматически говорит, что, ребята, если ваш нематериальный объект обладает свойством, что при его копировании никакого ущерба не наносится, вы никого не украли, если из одного объекта сделали два. Вот. Вот если вы залезли человеку в карман и украли у него кошелек, то у него в кармане был один кошелек, а после ваших действий не осталось ни одного. А если вы из одного объекта сделали два, это точно не может быть классифицировано как кража и как подчинение ущерба. Но если вы посмотрите на современное состояние дела, вы увидите, что в основном люди оперируют в общем очень скользкими понятиями типа упущенной выгоды в ад. Ничего не знаю, не очень в этом разбираюсь, хочу только показать на эту табличку и сделать совершенно, на мой взгляд, логичный вывод, что если копирование у нас безущербно, то и то, что мы называем собственно нематериальный объект, должно включать в себя понятие безущербного копирования, то есть копирование чего-то, от которого никто не страдает. Что в общем очень хорошо ложится у нас на свободную лицензию, разумеется, никак не ложится на лицензию проприторную, потому что она и есть законодательное основание на том, чтобы зарабатывать от копирования. Если оно безущербно, зарабатывается. Я забыл потыкать в виды свободных лицензий, значит, давайте так. Наиболее популярное из капилетных свободных лицензий это собственно ГПЛ, ГНУ Public License, общественная лицензия ГНУ. Вот. Ого, тут даже на русском есть. Вот, все идем значит на сайт собственно ГНУ.орг и пытаемся прочесть эту лицензию целиком. Она написана на жутком юридическом языке, поэтому значит читать это могут только законники. Вот. Значит это что касается капилертной лицензии. Типичная разрешительная лицензия это лицензия скажем BSD. Вот. Да, значит вот опять же обратите внимание что ГПЛ считается свободной лицензией, потому что она совместима. Я уже повторял, что большой разницы между этим нету. Вот. Наиболее популярная такая BSD или BSD Like лицензия в которой написано что вы что хотите то и делаете только копирайт сохраняйте авторский обратите внимание сохраняйте копирайт мы в любой момент можем в любой момент можем выложить весь этот комплект то есть мы всегда это делаем свободного программного софта в сеть для доступа всем для доступа всем кто собирается потестировать каждый раз когда что-то из этого меняется мы всегда можем не просто собрать новую версию нового пакета нового программного обеспечения а протестировать его совместимость с другими в частности не просто протестировать совместимость его с другими а например определить новая версия не ломает ли совместимость со старым или новая версия предоставляет ли какие-то новые возможности, которые будут нужны для каких-то еще более новых версий. В действительности эта проблема достаточно передовая. Последние 5-10 лет активно ведутся работы. У нас-то они ведутся довольно давно в нашем сообществе в Altlinux. Но последние несколько лет активизировались к нам, подтянулись, так сказать, и все остальные. Ведутся работы по, например, воспроизводимости сборки. Чтобы мы взяли, собрали пакет, потом подождали немножко, еще раз собрали пакет, и он создался абсолютно такой же. Или по составлению общего общего графа зависимости между пакетами. Вы помните, что пакеты в числе не помните. Хорошо, сейчас расскажу. Чтобы этот граф зависимости не ухудшался. Или, что еще интереснее. Возьмем все библиотеки, вообще все библиотеки, которые входят в состав нашего репозитория. И построим огромную карту символов, там, функций, глобальных переменных, которые эти библиотеки предоставляют классу. И дальше каждый раз, когда что-то будет меняться, будем эту карту перестраивать и смотреть, сколько добавилось новых, сколько убавилось старых, сколько убавилось старых таких, которые кем-то использовались, например. Понятное дело, что такой масштабный анализ софта можно делать в случае, если его действительно очень много и фактически он пишется всем миром. Можно делать только на основании того, что доступ к этому исходному коду абсолютно свободный. В общем, на основании свободного и это делает возможным такую, казалось бы, нерешаемую задачу, как формирование операционной системы из компонентов, ни одной из которых, по сути, не разрабатывает само сообщество. Ну или, скажем так, сообщество разрабатывает единицы из этих десятков тысяч компонентов. Одно конкретное сообщество вокруг, скажем, Altlinux Team. В Altlinux Team действительно есть вещи, которые разрабатываются прямо в теме. Но это десятки им наименований. Оставшиеся десятки тысяч наименований разрабатываются всем миром. И вот взять и составить операционную систему из компонентов, которые делают весь земной шар, а ты, возможно, только смотришь на то, как они делают, это, казалось бы, задача нерешаемая, но нет, она решает. На помощь нам приходит понятие пакет, как уже было сказано. Потому что, напоминаю, пакет это штука, которая довольно легко устанавливается в систему. И он всего лишь разархивирует в нужные места. Мы помним, что есть стандарт на иерархию файлов и систем для Linux. Что дополнительно в пакет кладутся установочные сценарии и вообще всякая штука для того, чтобы при установке этот пакет регистрировался в системе, раскладывал файлы, контрольные суммы проверял, нужные действия по установке совершал, а при удалении, соответственно, тоже. Вот. И важная очень тема, это зависимости меж пакетами. Собственно, это то, из-за чего такой вот дистрибутив сборной является достаточно надежной конструкцией. Значит, каждый, почти каждый пакет при установке, как мы видели на прошлой лекции, требует каких-то еще других пакетов при установке, не на прошлой, на той еще. Вот. Если, допустим, была найдена ошибка в какой-то библиотеке, одной, то поскольку она оформлена как разделяемая библиотека, исправление этой ошибки в одном пакете, содержащем эту разделяемую библиотеку, ведет к исправлению всех ошибок, всего софта, который пользовался этой библиотекой. Ну, не всех ошибок, а вот этой самой ошибки, извините, к исправлению этой же самой ошибки для любого софта, который пользовался этой самой библиотекой. То есть, нашлась какая-нибудь уязвимость в липпнг, классика жанра, в липпнг нашли уязвимый, который позволяет там хитро сформированную пнгшку, там, не знаю, всю память сожрать, или еще что-то. Либо upstream, то есть разработчики липпнг, либо тот человек, который эту уязвимость нашел, потому что это свободный софт, делает изменения, накладывает патч на липпнг, и все, больше эту уязвимость в этом липпнг не существует. После помещения его в репозиторий и обновления из этого репозитория, ни одно программное обеспечение, которое могло бы быть, могло бы пострадать при эксплуатации этой уязвимости в липпнг, больше не пострадает, потому что липпнг одно на всех, и оно исправлено. Вот. Это, собственно, бонус от зависимости. Понятное дело, что от зависимости есть также и недостаток. Вот. Но этот недостаток встречается не в неспользовательской части, а в основном с разработческой. Про это мы, я думаю, с ним поговорим. Есть еще всякие интересные штуки, связанные с пространством имен. Я имею в виду пространство имен пакетов. Ну, например, ситуация, когда у нас есть несколько реализаций одного и того же, одной и той же функциональности. Ну, не знаю, такой классический пример, почтовый сервер, например. Есть несколько реализаций одного и той же функциональности. Или, скажем, редактор Vim. Нами всеми очень любимый. Редактор Vim можно собрать в минимальном размере. Он будет тогда напоминать классический VI. И можно собрать достаточно развесистым. Можно собрать его в варианте, когда он еще задействует графические библиотеки и можно запускать его под управлением Xwindle System и, соответственно, всякие мышки и штучки в нем начинают работать. И, наконец, его можно собрать вообще в полном-полном-полном варианте, когда он поддерживает скриптинг на Python, скриптинг на Ruby, скриптинг на Loa. На Ruby, кажется, нет. Нет, да, и на Loa, на Ruby тоже. И так дальше, и так дальше. Все эти пакеты будут называться редакторами Vim в том или ином виде. Но, что хуже, каждый из них будет представлять бинарник под названием Vim. Ну, потому что нам же не задумываться же нам над тем, как именно называется сегодня Vim с учетом того, какой пакет маленький, большой или огромный я поставил. Поэтому нам нужно какой-то механизм при установке пакета смотреть, что вот эти два пакета конфликтуют по файлам, допустим, да, и тот, и другой собираются поставить файл под названием usr.bin.vim Вот. Ну, кстати, даже могу показать, как это выглядит. Обратите внимание, что файл usr.bin.vim на самом деле даже никакому пакету не принадлежит, а указывает он в какое-то странное место. Ну, реально странное. Вот. Это и есть механизм альтернатив, который позволяет избавиться от от таких конфликтов. Да? То есть в действительности ни один пакет, который предоставляет usr.bin.vim, ни один с собой не носит бинарник под названием usr.bin. Потому что на самом деле он с собой носит вот такой бинарник. Сейчас покажу. О! Вот бинарник под названием vimx11 это то, что приезжает с пакетом, который, видимо, так и называется там vimx11 или что-то в этом говорит. А для того, чтобы несколько пакетов могли притаскивать с собой одну и ту же функциональность, сделана вот такая цепочка символных ссылок. То есть мы приносим пакет usr.bin.vim бинарник под названием vimx11 мы говорим пакетному менеджеру, пакетному... Нет, пакетному установщику. Дорогой установщик, у нас тут альтернатива. Зарегистрируй альтернативу, что usr.bin.vim это... Вот такая штука. Ну и, скажем, в операционной системе, которая делается сообществом AltyNook Steam, альтернативы выглядят вот так. То есть это двойная символная ссылка. Сначала в конкретное место, где должна быть зарегистрирована альтернатива, а потом оттуда уже в то место, куда приехала конкретная альтернатива. Таких альтернатив, наверное, должно быть много. Ну, я сейчас прям показывать даже не буду, хотя... Вот. Таких альтернатив много. Вот. То есть, допустим, какого-нибудь... Какой-нибудь Firefox предоставляет альтернативу под названием usr.binx.browser. Вот. Непонятно, зачем это нужно. Вот с vim понятно, а здесь зачем непонятно. Вот. Какой-нибудь... Смотрите, вот это интересно, да? ССХ АСКПАС. Эта штука, которая спрашивает ключи при восприятии ССХ-соединения, может быть консольная, может быть с GTK написана, может быть написана там с QT, и в данном случае у меня QT-шная. Точнее, я даже сказал KDE-шная. Видите? Плазма-5. Ну и так далее. Альтернатива – это возможность сосуществовать в операционной системе нескольким пакетам, которые конфликтуют друг с другом. Вот. И вот тут мы, собственно, приходим к действительно интересной технологической проблеме, из которой растет понятие репозиторий. Очень хорошо. Пакет – такая клевая штука, в нем есть зависимости, которые позволяют одним движением исправлять, обновлять целые компоненты системы. В нем есть, мы помним, диспетчер пакетов, который ходит в хранилище оттуда, скачивает пакеты и знает там, какой из них, какой новее. И установщик, который умеет устанавливать, удавлять и обновлять. В чем польза-то для нас, скажем так, в чем польза для тех людей, которые это разрабатывают? Например, вот эти самые зависимости, да, вот. вот эти самые зависимости. Вот я посмотрел, ну, давайте я напишу, чтобы было понятно, да, все зависимости пакетов Vim X11 GTK2, которые у меня встали. Вот. Что это означает, я могу примерно объяснить. Почти нигде здесь не стоят зависимости на пакеты, только вот здесь, вот. Вот. Это зависимость на пакет Vim X11. Все остальное – это зависимости на разные хитрые штуки. Вот. В данном случае, вот эта вот зависимость на конкретные библиотеки с конкретным множеством предоставляемых символов, я, кажется, говорил, что это такое, если нет, вот эти страшные, страшные последовательности букв, это на самом деле просто перечисленные символы из этой библиотеки, которые нам нужны. Вот. Только упакованные, чтобы они меньше места занимали. В виде букв. Вот. То есть большинство этих зависимостей это зависимости на библиотеке и на конкретное множество предоставляемых им символов. Вот. Так вот. Кто все это делает? Неужто это делает руками тот человек, который готовит пакет? Ну, само оно не получится. Такие вот зависимости сами в обстриме, там, Брэм Мулинар, автор Вима, он такими зависимостями не заморачивался никогда и не будет никогда заморачиваться. И это сделал кто-то. И тут мы получаем, что для того, чтобы функционировала вся вот эта схема с репозиторием, нужно довольно большое сообщество людей, которые согласны брать на стороне программный продукт, каким-то образом его модифицировать и складывать в репозиторий. Вот этот человек, который берет софт и оформляет его в принятом в данном комьюнити виде, называется Монтейнер. Вот. То есть это человек, который следит за качеством пакета. Ну, давайте посмотрим, кстати. Кто у нас Монтейнер? Сейчас. По-моему, вот так достаточно сказать. Вот. Вот некто Глеб Фотенгауэр Малиновский, автор, значит, Монтейнер пакета Вим X11 и, видимо, всего гнезда пакета Вим, который следит за ним, что последний раз он пакет этот собирался 8 апреля нынешнего года, то есть обновление было. Можно даже посмотреть, что именно было. Давайте посмотрим. Вмквери. Минус-минус. Ченжлог. А, видите, у нас тут происходит сейчас некоторая эволюция, связанная с Руби. Поддержка Руби, ну, скажем так, там все не очень хорошо в самом Руби комьюнити. То есть Руби как стенд-долл ничего так, а вот как пакеты, ну, вот. Поэтому последнее обновление состоит в том, что мы временно убрали поддержку Руби из Вима. Ну, а предыдущее, например, обновление, которое было в конце прошлого года, состояло в обновлении версии. Вот. А также в исправлении баги. Про баги я сейчас расскажу. Вот. И перехода со второго питона на третий, что, в общем, очень продуктивно. Ну, значит, предыдущие обновления, как видите, были тоже довольно частыми. Происходили в основном просто обновления или фиксы каких-то вот ошибок. И опять-таки исправление баги. Про баги я сейчас расскажу. Значит, если говорить про дистрибутивы как двухчастные штуки, то с помощью репозиторий, в которых мы складываем пакеты, диспетчеров, которые пакетными, которые доставляют пакеты, скачивают, определяют, строят деревья зависимости, определяют, какие еще нужны пакеты, определяют комплект обновлений и так дальше, и установщик, и установщиков, можно решить проблему доставки, дипломенты и сопровождения. Понятное дело, что она не так, я бы сказал, просто решается, как в случае там, какого-нибудь Android Play Market, где ты ткнул на кнопочку, тебе все приехало. Но и задача у нас немножко другая, у нас задача не построения магазина отдельных приложений, а задача построения операционной системы из кирпичиков. Поэтому понятное дело, что такого рода конструкция должна быть более сложная, в зависимости со всеми пирожками. Но мы еще никак не говорили, как будет работать bottom-house. Разработка и согласование, то есть как эти пакеты вообще создаются. Как я уже сказал, никто, почти никто в AppStream не заморачивается тем, в AppStream это значит те люди, которые делают само программное включение, там Vim, Firefox, не знаю, что угодно. Вот. Как я уже сказал, люди, которые разрабатывают сам AppStream, обычно не заморачиваются упаковкой всевозможных пакетов, ну кому это надо. Вот. Даже когда они это делают, если только эти люди сами не работают в соответствующей компании, ну допустим, компания RedHat очень много финансирует разработчиков различных пакетов ключевых. Вот. И я так думаю, что пакеты для RedHat у них получаются хорошо. Вот. Во всех остальных случаях, если какая-то компания, разработчик предлагает вам, ну скажем, скачать и установить РПМ, вы еще подумайте. Может можно где-то, ну, собрать из исходников, потому что, ну, мало ли что там в этом РПМ не очень обстриму имеют эти самые РПМ собира. Вот. И соответственно, на плечи Монтейнера ложится очень много работы, я бы сказал, ну реально много. Вот. Потому что надо следить за обновлениями, надо следить за поломками, надо постоянно патчить, постоянно накладывать какие-то изменения на собираемый пакет, которые бы согласовывались, во-первых, с принятым в комьюнити дисциплиной, вот. А во-вторых, просто исправлять банальные ошибки, про которые, например, AppStream говорит, что это не ошибки, или что я их завтра исправлю, или что я их исправлю через год. Ну, вот такого сорт. Вот. Полным-полно таких вещей, то есть вот, ну, давайте просто посмотрим. А, не здесь, да? здесь неинтересно, здесь мало, хорошо. Посмотрим где-нибудь в месте, где у меня побольше пакетов. Это не все пакеты, естественно. Вот. Это пакет, который монтанит у меня, ну, не то чтобы роботы, да? Монтанит я сам, проверяю я их сам, но просто роботы занимаются интересным обновлением, вот этим проверкой, а дальше говорят, ну, слушай, у меня тут не получилось, давай исправляем. Вот. Ну, давайте посмотрим, ну, какой-нибудь, какой-нибудь Xterm. Вот, пожалуйста, значит, исходный код Xterm в пакете, в репозитории, который заведен для того, чтобы собирать из него пакет Xterm, Xterm это вот этот вот терминал, так, не секундочку, вот, состоит из 14 патчей, то есть 14 модификаций, сделанные членами нашего сообщества на исходный код Xterm, который с давних пор, а некоторые с недавних пор, вот, который с давних пор имманентны, значит, нашему дистрибутиву и никакого смысла не имеют для upstream. Вот 14 патчей. 14 патчей я делал совершенно недавно, почему я вспомнил про Xterm. 14 патчей я сделал совершенно недавно, давайте на него посмотрим, он смешной. Вот. Давайте вот так сделаем, будет виднее. Обратите внимание, что для генерации это значит код, который генерит дамп экрана в виде, ну, скажем, XHTML. Код, который генерит дамп экрана в виде XHTML содержит, а, здесь не видно, обидно, сейчас я покажу просто, так и повседневный битмонтейнера, да, чтобы было понятно, чем эти люди занимались. Так, какой там файл был? HTML. C. Вот. Значит, какая строчка? 32-я. А, ну, 32-я, это ладно. Короче говоря, вот эта вот фишка, я обнаружил, что ни XHTML файл, ни SVG файл, там еще SVG можно дамить, у меня почему-то не работает. Потом я обнаружил, что они работают, но только если у меня язык системы не русский. Вот если язык английский, они работают. А если он русский, не работает. Что я обнаружил? Да что ж такое-то? Сейчас найдем. Я обнаружил, что сейчас найдем. Что в коде в коде этой программы внезапно есть функция printf, которая использует формат %f, то есть floating point. И это старое как мир, древнее как новое тысячелетие ошибка, которая заключается в том, что в русском языке десятичным разделителем является запятая. Вот. И, соответственно, если это будет запущено в локале, где десятичный, или в датском, например, в локале, в котором десятичным делителем является запятая, то в xhtml, где это размер шрифта, а, нет, где это даже не размер шрифта, где это, извините, интенсивность цвета или svg, где там тоже всякие координаты в этом измеряются, превратится в тыкву, потому что у нас вместо нормального флот числа через точку будет флот числа через запятую, которую ни svg, ни xhtml читать не умеет. Вот, пожалуйста, значит, как проблему эту решил я? Я ее решил, кстати, неправильно, но это уже другой вопрос. Я написал автору, автор решил ее правильно. Я просто на время генерации этого xhtml переключаю конкретный lcnumeric локаль числовую на c, то есть на дефолтную, в которой десятичным разделителем является точка. Вот, значит, не было сделано замечание, что это не всегда работает корректно, надо делать это, грубо говоря, всякий раз, когда мы вызываем printf, но это уже другой вопрос, автор, я думаю, с этим справится, но идею вы поняли, да? Значит, исходный код программы, да, автор, американец, в общем, он ни датской, ни русской локали в жизни не видал и такими проблемами, в общем, не сталкивался. И вот такое более или менее действие должен производить мантейнеры со всеми ну, мантейнеры со всеми двадцатью тысячами пакетных вирпизиториях. Если бы комьюнити не разрабатывала удобные инструменты для мантейнеров для того, чтобы сопровождать пакеты, то, конечно же, вот эти двадцать тысяч не наросли бы никогда. Вот. Коротко. Есть такое понятие сборка пакета из исходных кодов. Сборщик пакета, вообще говоря, это какой-то другой инструмент, ну, например, в системах семейства безд, там сборщик пакета это такой makefile. Вы просто пишите makefile, в котором описываете по определенным правилам, откуда что скачивать, что устанавливать в сборочную среду, что запускать и так далее. Вот. Почему-то в Linux-дистрибутивах по историческим причинам сборкой пакета занимается та же программа, которая потом устанавливает, ну, в частности, RPR. Хотя это вообще говорят две разных программы, два разных бинарника, RPM Builder, RPM Install, но вот почему-то так случилось, что и установщик, и сборщик одно и то. Вот. Соответственно, для того, чтобы это сделать проще, было, я имею в виду, собрать пакет или собрать новый пакет на базе старого, к каждому пакету прилагается такая штука, как описатель, SPEC. Выглядит это примерно вот так. Вот. Значит, имя пакета, версия, описание, список патчей, которые нужно прилагать, исходники, сайтик, короче говоря, некоторый паспорт, SPEC. Зависимости, которые нужны при работе. Эти зависимости мне пришлось вписать ручную, потому что, сейчас расскажу. Вот. Сборочные зависимости, то есть, что нужно устанавливать в сборочную среду, чтобы этот пакет вообще собрался. Дальше, ну, описание, а вот здесь вот в разделе, в разделе setup, в разделе prep, описана процедура подготовки к сборке, а в разделе build процедура сборки. Вот мы, значит, что делаем. Setup означает развернуть архив исходников. Вот. Поставить еще какой-то, значит, ну, скопировать на самом деле просто бинарничек, отпатчить с помощью утилиты punch исходники 14 раз из 14 различных файлов. Вот они, эти файлы. Вот. Дальше тут какой-то ручной хак с помощью потокового текста редактора sed и не знаю, зачем. Хотя это я, мантейнер. Наверное, зачем-то нужно было. Вот. Еще один ручной хак, потому что desktop файл был слишком старый, я не стал это патчить. Возможно, он сейчас уже нормальный. Там слово encoding не нужно писать в desktop файле, теперь по умолчанию desktop файлы все утрифосы. И вот это все, как развернуть исходники, развернуть и отпатчить. А вот это, как собрать. поскольку у нас не цикл лекций по разработке пакетов и сопровождению, то я не буду рассказывать, что означают все здешние макросы. Скажу только, что это такой shell script, в котором есть довольно много заранее подготовленных макросов, в том числе довольно сложных. Ну, вот этот макрос конфигурия или этот макрос make build вот конфигурия наверное интереснее раскрывается вот в такую вот фигню. Эта фигня приводит к запуску классического инструмента для подготовки сборочного окружения и проверки, которая называется конфигурия, но ведь оно обмазано диким количеством дополнительных операций, всякими проверками, переопределениями переменных окружений и так дальше, и так дальше. Вот. Значит, кстати, скажу вам сразу, что RPM самые короткие спеки в смысле количества удобных макросов и количества нужных умолчаний как раз в альтлинг стим. Вот если посмотреть на фидорные спеки, они обычно больше. Такие дела. Потом, значит, сообразно этому RPM сборщик пакета, например, RPM в нашем случае собирает бинарник и этот бинарный пакет можно устанавливать и здесь становится следующий вопрос. Не хватит у меня на все время, значит, следующий вопрос вот какого плана. Окей, я собрал у себя дома на какой-то машине бинарный пакет. Могут ли этот бинарный пакет устанавливать все вокруг на своих машинах, вот, даже если они мне свято верят и я туда никакой молваре не заложил, вообще все как надо. Правильный ответ, конечно, нет. Потому что я мог не уследить, у меня может быть версия системы слегка не такая, как у других, у меня может быть какие-то библиотеки установлены, у меня могут быть не установлены какие-то библиотеки или некоторые библиотеки старых версий. Короче, формирование моего окружения на моей, на моей рабочей машине, на которой я собирал этот экстерн, дополнение. Может быть такое, что полученный бинарник вообще ни у кого не установится. Вот. Именно с этим была связана, кстати, идея, что вообще говоря пакет надо собирать. То есть вот как в дистрибутиве GENTU делается, да, все пакеты собираются из исходных частей. Вот. Но есть другой способ, который, правда, требует, чтобы были достаточно обширные ресурсы комьюнити. Он состоит в том, что я бинарный пакет никуда не посылаю. Я формирую так называемый исходный пакет на сорце РПМ с описанием, исходниками, патчами и вообще всем тем, что нужно для сборки пакета, кроме, собственно, ну, в смысле из исходников бинарных. И вот этот сорце РПМ я отправляю куда-то, на так называемую сборочницу. И это такой ресурс, принадлежащий комьюнити, на котором пакет собирается, тестируется, причем гораздо лучше, чем он мог быть оттестирован на моей рабочей машине, потому что он, например, тестируется на совместимость со всем остальным репозиторием, да, не ломается ли какая-то зависимость от того, что я собрал новый пакет, не пропадает ли какой-то символ нужной какой-то программе от того, что я собрал новую версию библиотеки. Это я не могу проверить на своей машине. Это можно проверить только в рамках одного большого хранилища, именно там. Более того, там же, вот смотрите, там же запускаются некие роботы, которые говорят, слушай, для твоего пакета нужно еще для сборки вот такие библиотечки и девелопмент библиотечки в сборочную среду нужно их установить. Ты забыл про них, но когда ты собирал, мы тут проверили с помощью специальной программы, которая называется BuildRick. Кстати, это сделал, видите, 8 лет назад, с тех пор ничего не поменялось. То есть список зависимости не поменялся. А может поменялся, я не пробовал, надо попробовать. Вот. Когда ты собирал его, да, вот мы тут проверили и знаешь, у тебя вот нужно вот эти библиотеки и вот эти библиотеки. Но эти библиотеки и так поставятся, поэтому мы их не будем трогать. А вот эти, пожалуйста, вот пускай будут. Автомат. Я вот эти строчки писал, ее писал не я, ее сделали робот. Я ее использую. Вот. А самое главное, и это нас приближает к идее изолированного окружения, тестирования и всего остального. На сборочнице для превращения вот этого исходного РПМа в бинарный РПМ специально для него будет развернуто абсолютно чистое окружение. Из абсолютно чистых, свежепоставленных пакетов, взятых тут же прямо из репозитория, этот пакет будет собран и помещен в этот самый репозиторий. То есть, если я захочу этот пакет собрать еще раз и за это время наполнение вот этого сборочного окружения не изменится, то результат сборки будет тютелька в тютельку такой же, там только таймстемпы будут другие. Да? Потому что в сборочное окружение чистое, с нуля поставятся все те же самые пакеты, все те же самые компиляторы, вообще все то же самое и соберется абсолютно такой же бинарный. И этим бинарником будет пользоваться все комьюнити. Если кто-то найдет ошибку, один, то это будет означать, что эта ошибка у всех, ее надо исправлять. А не у всех разные ошибки, если, допустим, каждый собирается на сам. Вот. И это второе технологическое преимущество, которое называется сборочница, которая пообеспечивает изолированную сборку. Причем в случае, опять же, Altlinux Team это довольно хитрый такой комбинация юзерспейс программ, в которых доказано отсутствие влияния хост-среды внешней на содержимое сборочное окружение. Вот. Точно так же, как мы проверяли роботами, какой нужно набор дополнительных пакетов вставить в сборочное окружение, чтобы пакет собрался, точно так же роботы проверяют, какие на самом деле зависимости у этого пакета есть. Помните, я показывал, что у какого-нибудь экстерма, да, у какого-нибудь экстерма есть довольно большое количество зависимостей, меньше, чем у того пакета, который я показывал в прошлый раз, и только один из них, это зависимостный пакет, и я, наверное, его сам туда вписал. А может быть, и нет, кстати. Вот. Несколько зависимостей на файлы и каталоги, и дикое количество, ну не дикое, умеренное количество зависимостей на библиотеки, которые являются генератами. Вот. Все это, и разумеется, в спеке отсутствует. Я это не писал. Это сделали роботы, когда собирали бинарный пакет, они проверили, какие на самом деле... Ну хорошо, не Xtn, господи. Что еще можно проверить? ZedShell как-нибудь. Вот. Какие библиотеки на самом деле требуются для бинарника, в каких пакетах они находятся. Но сами пакеты, естественно, это не так интересно. Да? Они просто проверили, какие символы из этих библиотек требуются нашему пакету. И вот такого рода зависимости были автоматически вставлены, помимо меня. Таким образом, Монтейнеру не надо напрягаться при наличии вот этого большого ресурса под названием сборочница. Монтейнеру не надо напрягаться, чтобы указывать, какие конкретно еще по зависимостям пакеты нуждаются в установке, особенно если он этого не знает. Эту работу берет на себя робот, потому что это можно сделать. Посмотреть, определить список символов, которые требуются из этой библиотеки и составить вот такую картину. Так. То же самое относится с провайдами. Какие символы, скажем, проводятся какой-то библиотекой. Ну и в общем вот. сборочница это штука, которая, как правило, состоит не из одного компьютера. Соответственно, там эти пакеты ставятся в очередь. У этой очереди какая-то сложная логика по тому, как модифицируется сборочное окружение. Ну, например, ты поставил пакет в очередь собираться. А за то время, пока он стоял в очереди, сборочное окружение, которое для него нужно, изменилось. Вот. Или пока он собирался, сборочное окружение изменилось, да. Вот он собирался с одной библиотекой, но в это время собралась уже параллельно эта библиотека новая версия. И когда он вылез наружу, ему сказали, не, мужик, все, ты собрался со старой библиотекой, да, еще раз. И он автоматом пересобирается еще раз. Такое бывает иногда по несколькой итерации, если там большие комплекты. Вот. И самое главное, и на этом я, наверное, закончу сегодня свой разговор про сборочницу. Самое главное, это требование не ухудшения качества репозитория. То есть, мы не просто проверяем, что каждый новый пакет не ломает, скажем, зависимости или API старых. Мы вообще не разрешаем такой пакет класть в репозиторию. Если призадуматься, у этого требования есть, ну, такой непонятный drawback, да, он состоит в том, что если запрещать класть в репозитории, ну, скажем, новые версии библиотек, которые выкинули поддержку старых символов, на том основании, что этими старыми символами пользуются какие-то другие программные продукты из репозитории, тогда никакого обновления быть не может. Да, потому что мы пытаемся положить библиотеку, а нам проверял, как говорит, не, ты там ломаешь функцию, то есть в твоей библиотеке больше нет функции вот такой-то, а вот такой-то, такой-то, такой-то пакет, ее хотят. Что ты будешь делать дальше? Вот. Так вот, и эта проблема решается сообществом технологически. А именно, ситуация, когда новая сборка портит какие-то пакеты, ну, эти пакеты перестают, становятся несовместимыми, да, при появлении новой версии, скажем, библиотеки в систему, можно просто в то самое задание, которое соберет вот этот новый пакет с новой версии библиотеки, добавить пересборку всех, скажем так, клиентов этой библиотеки, то есть всех тех пакетов, которым эта библиотека в новом виде будет нужна. И вместо атомарной операции поместить одну библиотеку новую в репозиторию, чем испортить зависимости, будет сделана атомарная операция поместить сразу группу пакетов по зависимости, которые при помещении в репозиторию его не ломают. В некоторых случаях эта группа пакетов очень большая, например, при сборке новой версии питона, вот, в некоторых случаях не очень большая, в некоторых случаях выясняется, что какие-то пакеты, которые требуют старую-старую-старую версию библиотеки, на самом деле никому уже не нужно, их можно просто выкинуть. Но идея состоит в том, что никаких, никакого ухудшения качества репозиторий при помещении туда новых пакетов, по крайней мере, с этой стороны, не должно происходить. В общем, у нас осталось совсем мало времени, и нам пора просто заканчивать. Значит, скажу следующее, что помимо этого очень важную роль играет информационное наполнение сообщества. Как видите, большую часть работы наберет на себя сообщество. Последнее время очень модные такие гибридные схемы, когда есть сообщество, а есть коммерческая компания, которая, пользуясь ресурсами сообщества, преследует какие-то свои коммерческие цели, работая при этом с свободным программно-испечением и никак в этом смысле особо не мухлюя. Вот, например, я работаю в компании Bazaltus.po, которая взаимодействует с Alt-Linux Team и выпускает дистрибутивы, в том числе, так скажем, дистрибутивы под не совсем свободными лицензиями, потому что по российскому законодательству, например, можно сделать сборник совершенно свободных программных продуктов и на сам сборник некоторые другие права наложить. При этом, разумеется, никто не мешает вам сделать точно такой же сборник самостоятельно совершенно свободным. Да? Вот. Ну, то есть, это скорее такой странный трюк в совместимости с российским рынком. у нас была история печальная, когда наш партнер закупил полторы тысячи экземпляров нашего дистрибутива у нас, ну, или, по крайней мере, поставил план закупки. Ну, и на эти деньги, соответственно, мы с ним имели какие-то партнерские отношения. Но потом пришел главный юрист компании и сказал, мужики, у вас тут написано неограниченное количество установок, а вы купили полторы тысячи. Это называется нецелевое расходование средств. Ну, разумеется, на стоимость одного экземпляра значит на стоимость одного экземпляра никаких партнерских отношений быть не могло, поэтому пришлось выдумать такую специальную лицензию. Вот вы увидите на большинство дистрибутивов, которые делаются в конторе базальт-испо, там лицензия такая для частных лиц бесплатная, вот, и распространять можно, а как только юридическое лицо становится владельцем этого дистрибутива, вот тогда нужно заключать некоторый договор. Ну, потому что тогда есть возможность хоть как-то, значит, какой-то бизнес затеяться. А в остальном свободный сон. В общем, гибридная схема. вот, без этого, без технологической поддержки, без дисциплины, без информационных ресурсов, таких как ресурс комьюнити, да, ресурс, связанный с багтрекером, я обещал сказать про багзилу и не успел, но давайте хотя бы ее покажу. в которой можно по любому программному продукту зарегистрировать ошибку, вот, видите, зарегистрировать ошибку и посмотреть, и посмотреть, что оно, что оно означает, и каков ее статус, и что с ней дальше делать, и какие, значит, разговоры на этот счет, ну, в общем, ну, в общем, вот. ошибки бывают очень смешные, ну, вот, например, ошибка на пакет с игрушкой, в котором написано, что пакет с игрушкой по зависимости не устанавливает свои собственные данные, так вот. Надо просто в зависимости поставить, поставить со точки, какие. Вот, значит, багтрекер, да, ресурс, когда мы регистрируем ошибку, монтейнер получает письмо, монтейнер реагирует, взаимодействует с тем человеком, который закидывал ошибку, закрывает, ну, такой довольно классический. Вот. Всякие странные ресурсы, связанные с освещением деятельности, работой, работой самого репозитория, сборочницы, ссылка на исходные пакеты и так далее. Окей, значит, меня тут порой, говорят, говорят, что сейчас начнется контрольная работа уже, на самом деле она должна начаться в 16.50, если мне не изменяет память, по крайней мере, так у нас было запланировано, но, по всей видимости, действительно, пора заканчивать, тем более, что это все бла-бла, практического отношения не имеющая. Хорошо, значит, я надеюсь, что более-менее понятно из моего разговора, что там происходит, вот, мы вернемся к конструкторе собственно операционной системы на будущей лекции, да, а сейчас я плавно закрываю.